Приветствую, друзья. Короче, я предлагаю, знаете, как все начали. Сначала бросили по этим дебилам гранату. Есть. Блядь, что я нажал? Пиздец. Хотел достать. Ну, вот это, блядь, из-за долбоебизма вот этого, да? Хочешь достать щит, случайно эту кнопку нажал, выпил изделие, блядь. А какого хуя я должен все время доставать щит? У меня вот тут спрашивается, да, вот, блядь, ну это такой бред, это пиздец. Почему нельзя запомнить, что вот я, блядь, одел щит, и я хочу все время с ним бегать. Ну, серьезно, ну ты такая бредятина, блядь, это просто жесть. И в итоге я потратил, получается, свое, блядь, свое лучшее изделие практически, да? Ну, не пойми на что, блядь. Как, блядь, вот, как, как у меня сейчас достал? Кто-то может объяснить? Вот как вот он меня сейчас достал, блядь, да, если, блядь, ну это пиздец просто, одним словом. Да ну его нахуй, честно, вот, ребята, у меня эта игра начинает подбешивать немножко, я вот честно говорю, блядь, я на меня, наверное, начинаю подзаебывать, да, реально. Просто он такой бред, блядь, ну это просто пиздец, да? Да хватит стонать, ночь я тебе ебут в жопу, блядь, давай, выпиздили, да и беги себе. А, блядь, я-то не то взял, я забыл. Можешь взять какого-то хуя с собой, да, там, типа, блядь, того же Дураса, потому что это пиздец какой-то уже. Так. Вот там, где трешка, нам нужен режим, вот этот вот кулак, да. Я сейчас хочу, короче, этого долбоеба приморозить, а того долбоеба... Наверное, тут фишка в том, что еще попробуешь попади, блядь, это же, блядь, нереальная какая-то хуйня, абсолютно. Блядь, я сейчас же с него хуйну уже, ну, блядь, ну, пиздец. Я журу, я хуй знает, как тебе нужно, блядь, короче, стрельнуть, чтобы он, блядь, его именно, блядь, попал в него, это пиздец какой-то, ребята, честно. Ну, то чепушило сейчас будет по мне с арбалета хуярить, при этом он, блядь, не въебенный снайпер, он, блядь, по хую, как он сюда в тебя попадает, да, блядь, это просто гениальный момент, я журу, блядь, ты в него, блядь, хуяришь, прям ему въебало, стреляешь, а ему, блядь, его нихуя не блокирует, при этом, вот какого хуя, я не знаю. Граната, блядь, наносит урон, блядь, как хуй знает, шо, блядь, ну, сейчас она вообще не костного, нихуя, блядь, где там это, блядь, чепушило, нахуй. Иди сюда, нахуй, блядь, пидрила, сука, саны, блядь, я тебе сейчас, блядь, устрою, нахуй, блядь, вырванные дни, шо, блядь, опять арбалетик достал, да, блядь, чепушилник, блядь. Давай, блядь, я вас в двоих буду сейчас, ебать здесь, вы меня доведете, блядь. Вот это еще пиздаватизм, да, если ты, блядь, неправильно направляешь чувака, он будет пиздить ветер, блядь, называется. Абсолютно тоже гениальный момент, да, вот, если ты, блядь, неправильно поставил, да, направление мышки, он начинает бить куда-то вообще в сторону, блядь. Непонятно зачем, но вот он будет это делать. Да, блядь, не тупи, долбин ты, ебаный, блядь. Так. Так. О, один почти готов, кстати, ребятки. Ну, так и я уже почти готов, да. Сейчас жареного мяса пожру, разве что, блядь. Вот, толку вот этого особого ведь не будет, правильно? Блядь. Ну, то, о чем я говорю. Я же это хуй знает как, надо стрелять, чтобы ты, блядь, попал нормально. Мне кажется, да. Солнечный расслабленный агум. Мне кажется, я к а то бля чекушила ручная граната elixit честная ручная граната это вообще какой-то в этой игре до абсолютно но от нее толку я вообще не вижу абсолютно да не урон быть может быть даже дату надо прокачивать и по этот навык типа как да но вообще урону этой ручной гранаты он просто смешной там отсюда пришли да 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 так сундучок здесь есть вот это вот я трахался чуваки ради 150 опыта с каждого то есть в итоге 300 опыта срубили так я вроде понял смотрите так 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 густая кровь а вот это тоже преп сопротивление кровотечению изначальный столовый нож блять сундук вообще до припаять я не стоят по одному этому пользоваться ими там особого толку я тоже не вижу охренеть по сути эти чуваки даже ничего и не охраняли до такого что реально могло бы приходиться хоть как-то еще и зря тут мудохался с ними короче говоря вот разве что то есть бесполезная аптечка вот рецепт какой-то не знаю кольцо охраны вино огромный запас ментальной энергии записка вожака разбойников что что за записка первый доклад чтобы убиться в шахту пришлось задействовать взрывчатку взорвав проход заваленном тоннеле мы были вынуждены отремонтировать опорные балки чтобы потолок не рухнул на нас прогресс стоил стоил нам бикса и мэнни напортачивающих при закладке зарядов я велел чтобы в будущем опасными вещами занимались берсерки все должно быть по плану б.б. так можно поспать но я предлагаю да что у тут вот еще осмотреть а под что там еще где-то против блять там еще противники чуваки представляете давайте вот что сделаем давайте туда отсюда смоемся а вроде бы они отстали да а он да все я больше не в режиме будет отдавать в натуре поспил я видел кровать посмотри один кровать видели чуть забыл этому полу куда-то куда-то сюда сюда нет а ли да 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 вон нет а вон же кроватью бы ничего тут все погнали спать до а спать на кровати нельзя тюбля я думал с кроватка это нихрена не кроватка блин а сами мы сейчас лечиться будем я даже не знаю сколько времени у меня то есть жертва но у меня нет общей никаких зелий до то есть это сейчас да это я сейчас буду не знаю сколько жрать чтобы у меня хп восстановилась да и честная сможем ли мы дальше что-нибудь зачистить потому что так как видите у меня вообще нету никаких зелий лечения а без зелий лечения далеко я тут конечно не уйду разве что есть эти придурки будут по одному атаковать но я так понимаю что по одному им не да но они наверно только и будут чтобы ехать вот такими вот топами человека по два по три даже да конечно же шансов у меня в таком случае будет не шибко много а это psy прощает и короче полное реально полная параша да то есть опять во первых попасть очень сложная жует она тут прям вот тут тютелька в тютельку попасть чтобы нанести урон до этого первых а если брать еще дальше так там вообще короче говоря много короче говоря косяков получается принесем сундуке там допустим оставили бы какую-то парочку целебных зелий да они там оставили какого-то вообще никому не нужного да гениально абсолютно у меня правда целых три гранаты мы можем банально этих братишек закидать гранатами да ребята я вообще думал стану блин клириком сразу будет у меня крутость там плюс плюс 80 процентов до грубо говоря тут хрену что он где-то сверху их там двое на видите там опять двое судя по всему и опять один из них с ружьем ну да видите опять один из них с ружьем и их двое ты блядь их тут даже трое нихуя себе вот он за их неплохо жухнул вот опять сколько раз мы кинули гранату мы их три раза взорвали гранатой бля сколько мы им сколько мы им снесли хп да то есть просто жесть причем выше мы последний раз мы им реально бросили гранату практически под ноги да практически прям вам под ноги бросили гранату и как бы досраки но это слишком много дает на сразу три чувака то есть это не я у полный если бы не могли бы сюда как это спуститься то еще да тут видите как по притырочному сделано я живу их то сразу трое то есть эту с двумя сразу деле справился при помощи изделий всякого говна с тремя сразу я и подавно не справлюсь конечно же мы в этом печаль кяжу хочется бегать исследовать территории новые да хочется были что-то искать а в итоге ну что ты тут найдешь если получается блять его локация вроде бы как обычная да для обычных что называется путешественников но в итоге вот изобредаешь в нее да и там блять либо какие-то супер мутанты которые хер знает какого уровня которых и рубеж до либо вот противников очень много и получается исследовать ну крайне сложно хоть что-нибудь ты живут систему вот как-то вот размещением острова на здесь вообще тупая вот на ведьмака жаловался да то что ты часто можешь бегать бегать забрести там там будет монстр у которого два знака вопроса замести уровня и конечно же ты не с ним ничего не поделаешь то есть придется просто возвращаться да я еще на это помню жаловался здесь еще более гениально сделали да то есть тут вообще блять тоже где-то должна быть кровать я помню блинешь кроватка то я точно помню что здесь должна будет и кровать просто хотят поспать до утра да потом уже куда-то бежать нет нету может здесь вот эти хренушки мы же отсюда и пришли ну да блин куда же на кровать деле а скоты муж наверху это да но там такие монстры не часто встречались тут реально ты блин практически любую территорию да ты исследуешь чтобы буквально блять на каждом шагу там будет какой-то супер крутой монстр да куда бы ты не поперся да по ходу хермы найдем кровать пиздец почему нет системы ожидания как в skyrim и да вот мне рядом не впаду сейчас посреди ночи бегать ни хрена не видно толком даже с этим факелом да и кровать их она должна то где-то быть но просто что я не могу вспомнить идеи и блять ваше вафельный торт получается да а вот вот помните здесь смотрите он выйдет вот здесь должен быть какой-то проходе куда-то и там он будет кровать хотя нет что-то я напутал туда я в одну и ту же дичьих ручья прибегаю ой ладно куда нам еще можно задержать путь я даже не знаю можно так вот натуре пойдем а что там дальше все у нас блять это же это грёбаные гниловек и просто обидно его столько времени потратил чтобы убить эти двух разбойников да столько про мудохался с ними грубо говоря то есть думал блин до конца смогу зачистить эту территорию в итоге до конца ее зачистить не смог только в итоге потратил а это кто такой я понял а тут кругом радиация дальше короче надо возвращаться к клирикам блять и проходить их квесты потому что какой о каком исследовании блять мира может идти речь если ты не можешь тут вообще никуда пойти то есть я вообще не знаю ты можешь только бегать вот это вот в той стартовой локации которая возле лагеря голь и это вели возле города воли это да вот там ты еще можешь побегать по убивать этих там огонь и лицов там курлык да а так получается во всяком случае на этом ультра сложности куда бы ты ни пошел там радиация там 500 тысяч бандитов в одном месте скопившиеся да там супер мутанты какие-то которых и рубеж то есть получается то есть блять то что вроде бы мир и для исследования открыт да то есть ты можешь спокойно перемещаться куда хочешь в то же время ты никуда пойти не можешь да грубо говоря потому что куда бы ты ни пошел тебя убьют сообщение понятно как исследовать этот мир но можно знать что если сделать попытаться портануться допустим назад к лифту да там помню кстати я должна быть это кровать поспать и возможно попытаться в какую-то другую сторону пойти но я просто считаю как-то впаду эти квесты проходить хочется как-то побегать именно по исследовать миру то есть где это возможно ну просто с такими перспективе походу его нигде не реально исследовать да это опять у меня заре я спрашиваю для вас еще кровати нету до брата на них тоже поход кровати нету тут нигде а печалька утрен в какую сторону мне вот сейчас эти чтобы меня не убили а значит туда мы уже ходили мне сейчас по идее тогда вот как-то вот так вот что ли а ну да вот прям вот так вот и идти может быть но там кстати помните мы вниз до спустились тогда когда мы ту шестеренку искали там были просто больше обычные гнильцы да вот такие противники да он ведь их даже сейчас видно у раха пёс фонда да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это не только огнельцов и валить, да, с такими перспективами, мне больше драться не с кем. То есть это единственный противник, которого я могу еще хоть что-нибудь противопоставить, да, остальные для меня это, блядь. Это на самом деле очень печально, просто, ну, при том, что мы ведь, блин, ну, рядом, мы качаемся, да, мы вроде бы все делаем как нужно. Доспехи мутим, оружие лучше тоже размучиваем там потихоньку-полегоньку, да, то есть мы не стоим на месте, но в то же время, вот, блядь, прогресса какого-то особого не видно, да, вот, блин, что ж тут нужно сделать, чтобы наконец-то нормально себя почувствовать, чтобы хоть более-менее как-то исследовать этот мир, да. Не так, что ты там зашел где-то наполовину в пещеру и потом пошел назад, потому что просто тебе уже, ну, путь-путь дальше, он тебе просто закрыт. Печалька, печалька. Так, ну че, будем топать как-то так, может быть. Там, кстати, такой-то огонек вдали, я вас, в каком случае, вдали... Кто там, кто там? Блядь, рогопелся, опять. А тут взрослый, за него опыта более-менее дастся. Ну, хоть рогопсу мы навалять можем, да, ребята? Хоть кому-то в этой игре мы можем навалять, блядь. И то, правда, с трудом, конечно, охрененным трудом, да, я бы даже сказал, но можем. Так. Ну и не зря, как видим, мы ему наваляли, получили аж 25 опыта, да? Да, там даже если будет просто костер, то мы, во всяком случае, себе жрачки наготовим, потому что у меня с жатвой большие проблемы, да, ребят? У меня уже скоро даже есть-то будет нечего, а мне бы надо, говоря, ничего-нибудь приготовить себе там. Ну, вроде бы уже начинает светлеть, да? Ёпс, а, это гнильцы, как у меня напугали, ребята. И тут еще один, и тут целая куба, ребята. Охереть, а. Охереть, а. Охереть, а. танцы то костюр есть чуваки отлично еще бы мне конечно кровать бы найти бы не помешало потому что честно говоря у тут в этом плане тоже дело плохо мне здорово восстанавливать толком нечем вот кровать была бы самая она поспал бы даю силу все прикольно сделали как они из из воды типа вылазят такие да ну или земли из воды говорю она реально как бы неожиданно получается и прикольно так малый запас ментальной энергии метла путевые заметки что же за путевые заметки другой мир с каждым разом становится все труднее этот каньон доставляет не больше проблем чем следовало мне интересно каким будет эдон я столько о нем слышал говорят эта земля прекрасная плодородная пересек границу эдона и здесь все такое зеленое местные жители свободы не ведут но ведут себя странно а их мана дает им могущественные магические способности берсерки однако связаны строгими законами и ненавидят технологию своих врагов они отправляют долину проклятых мне следует на саму нанести туда визит чтобы собственными глазами увидеть красные деревья и призраков если слухи не врут у мало и целебные изделия чуваки вот почему вы видите здесь есть кровать но я не могу на ней спать от какого хрена ребята ну блины что это за издевательство такое зачем вы делаете эти кровати данных в которых нельзя спать так прохладительный хлебный суп у нас нету хлеба вот мы можем сделать блюдо из мяса макрицы жареного мяса можем наделать и можем наделать себе яблочные наливки да вот жертвы наделали но блин у с хп у меня все совсем плохо и жрать как бы толком нечего так маленькое целебное изделие давайте хоть немножко пожрем так вот а кстати вдалеке что-то с синеньким светится то ли это телепорт то ли это что давайте вот туда наверное будем идти по исследую но тут по крайней мере можно еще хоть более меня бродить да с трудом тут тоже нас конечно потрепали но тут мы хоть можем исследовать кое-как да как как но исследуем вот давайте к нельсу час папа папам папам повалим его ухница кстати неплохо косы до суши да гнильца этот пистолетик неплохо косы вернее это проща ой бляха все есть 20 опытов в общей сложности мы набили до с этих нельцов кстати там тысяч это и смотрите ух ты вино шкура шкура это какой-то домик нифига себе ребят блин то тут еще посмотреть в этой долине и загнанных до отдали не придурков этих есть что посмотреть езди побродить наконец-то мы хоть что-то нашли где можем перемещаться более-менее свободно и при этом нас не убивают у кровать да неужели блин парда поздновато конечно мы эту кровать нашли в этом плане конечно ничего не скажешь о малое церебное зелье еще одно отлично что мы уже хп восстановили но по крайней мере вы хоть до утра поспим до хоть тогда давай братишка спи до утра до наконец-то ну чё в принципе у нас сейчас неплохо делался жратвой да и мы нашли еще и парочку целебных зелий да прикольно они сделали тот момент как типа они из-под земли вылазят эти допустим в разные противники до удовольствия тоже типа они там закапываются под землю до отдыхают прикольная тема вот там типа увидел какое-то синее сияние мне прям не верится ребята то что мы наконец-то нашли локацию по которой можем перемещаться и следовать без особого геморроя да прям вообще а там тролль по ходу лет мне кажется нет мне не кажется натуре тролль так что даже если там чуть синим и светится то делать нам там точно нихрена ладно ни хрена так ни хрена что ж поделаешь что травку пособираем но местность классные здесь ты шо мне нравится ой там сразу два рога пса поэтому уходим я честно вообще не ожидал что на ультра сложности в эту игру будет реально ультра тяжело играть просто новые рпг я жжу они как правило выходят очень простыми да там на тут прям реально реально тебе тяжело ни хрена себе да все отрубайтесь уже анимацию да один час буду хотов поедем да остался еще один отныне зовите меня буделло истребитель гнильцов прям весь их родные раскоры так переведем до после там еще что-то есть вроде бы как блин у чего многие обсирали игру за графику да ну вот мне вот сейчас графон вот здесь вот в этой местности вообще шикарно как помню сделано звуковое сопровождение тоже классно такое печень как будто где-то в джунглях да какие-то бродишь то есть вообще круто да за достаточно красиво все красота ля патта так статья дальше радиация какая-то да будут какие-то братишки тут такие стой не шагу дальше если жизнь дорога она мне дорога командор джакс говорит что ты труп что тебя казнили пытались не получилось и вот ты живой ты во прежнему командор джакс альп служитель гибрида или с близость смерти тебя слегка отрезвило я бы тебе давно пристрелил если бы считал альбом похоже ты больше не принимаешь элегс но значит ли это что ты готов бороться против ксакора вместе с нами до альбов надо остановить так ты тоже переметнулся но то что ты теперь свободен не означает что ты представляешь угрозы не представляешь угрозы 5 минут со свободными людьми кого хочешь научишь что эмоции не делают людей менее опасными странно да быть на другой стороне без элекса на свободе кое-кто из нас пытается следовать твоим путем мы все хотим со временем освободиться от элекса мы хотим помешать ледяному дворцу совершить ошибку чем вы занимаетесь в эдане прячемся от альбов скрывающимся от свободных гадаем что делать дальше и боимся впервые в жизни нам страшно чего вы боитесь смерти опасности чувства вины когда вспоминаем обо всем что видели раньше среди нас есть те кто стал альбом несрождение им немного проще но за страхом приходит нечто иное надежда надежда на то что даже свобода дана нам не просто так однако если мы не найдем людей свободных людей готовых действовать с нами заодно у нас не будет ни единого шанса я мог бы поговорить с берсерками если кто-то из берсерков кому-то доверяешь кто согласится с нами сотрудничать если так пожалуйста поговори с ними ты знаешь на что мы способны прошу тебя убеди их что мы надежные союзники что мы можем помочь нам нужны друзья а не враги а чего вы хотите взамен чтобы к нам относились как и другим свободным людям клирики воевали с берсерками но они по-прежнему общаются друг с другом должен же кто-то понять что и нам нужен шанс за это мы готовы сотрудничать с ними чтобы уничтожить ксакор я тебе верю меня прислал к вам берсерк хакон хакон и чего он хочет а хакон говорит вы убивали его людей в этом есть доля истины мы убивали берсерка в бою до того как из все изменилось это было кровавая бойня по приказу ксакора но мы уже не те что были прежде мы больше не альбы мы не следуем вслепую за эликсеторами надо убедить его в этом мы найдем способ искупить содеянное и для начала мы готовы предложить ему союз если хакон предоставит на убежище и защиту мы будем сражаться против общего врага вместе с ним но пусть поторопится ксакор готовится выступить против нас эликситры могут перебить нас раньше как вы сбежали от альбов мы не собирались становиться сепаратистами мы были в отряде спецназа но все пришло на пошел наперекосяк и мы оказались отрезаны от ксакора потом припасы стали подходить к концу запасы и лекса тоже нам начали сниться сны вернулись эмоции эликситр парсик заметил это первым он выступ выслал патрули на поиске элекса но было уже слишком поздно конечном итоге наш отряд обошел врага и вернулся к сакор но все изменилось нам хотелось думать своей головой мы больше не желали оставаться под контролем директивы альбов что было дальше мы сбежали и добрались сюда мы знали что парсик и другие эликситры воспримут это как предательство но мы слишком много времени без элекса и не хотели дальше жить слепоте альбы своими руками роют себе могилу они стали рабами эликс ими управляет сбежать и присоединиться к сепаратистам это было самое логичное чтобы спасти альбов эликситры должны отречься от власти и восстановить старую директиву я по-прежнему верю что альбы способны стать чем-то большим чем мы сейчас но в одиночку мы этого не достигнем и планету не спасем убивая и вращая в расту всех остальных как ты относишься к свободным людям должен быть и другой способ добывать элекса кроме как из живых людей но мы считаем что рано или поздно альбы победят но потом то что когда не станет больше элекса что тогда что будет когда мы используем все доступные ресурсы мы боимся что тогда всем нам наступит конец вы вправду хотите отказаться от элекса да мы больше не хотим поглощать отраву мы его все еще принимаем но стараемся держать процесс под контролем чтобы он не контролировал нас ты серьезно веришь что вы его контролируете разве иначе я мог бы слово сказать против элексеторов мы помогаем друг другу сохраняем силу и свободу воли если вы не прекратите прикнимать элекса водные будут считать вас альбами изгои жут преп и убью серков есть мана какая разница им придется с этим смириться по-другому никак это живых интересах но но как мы сможем их убедить если ты не перейдешь на нашу сторону мы можем тебе доверять вы сможете отказаться от элекса ради того чтобы объединиться с другой группировкой это каждый раз будет решать за себя пока что мы решили что будем принимать элекс и от этого не отступим темы теперь свободные люди мы не хотим менять одного правителя на другого у тебя нет выбора нам придется тебе довериться и понадеяться что ты нас не предашь иначе будет нам пришлось бы тебя убить но если ты станет если мы стали убивать друг друга в ком сомневаемся мы ничем не будем отличаться от альбов в общем сделать так как чтобы ты не пожалел о своем решении чтобы я не пожалел своем решении когда ты последний раз видел алексетора калакса давно мы были на поле боя сражались с свободными где ваша штаб квартира я скажу это тебе только тогда когда буду доверять чуть больше сперва помоги нам за вами охотятся альбы парсик высыл группу спецназа чтобы нас найти их больше и они лучше вооружены наши прежние товарищи хотят нас убить я найду альбов которые охотятся за вами их целый взвод не меньше пяти человек думаешь тебе это по плечу ты знаешь где сейчас группа спецназа последний раз мы засекли их северо-западу отсюда они не знают сколько нас здесь поэтому просто ждут следует протоколу и ждут подкреплений как мы знаем истинный альбе от протокола не отклоняются они будут ждать там можно это взять на дистанционный удар а что такое интерес сканер предметов что такое дистанционные удары хрен его знаю да одноразовая отталкивающие заклинания альбов понятно понятно так соберем весь хлам до короче гряду теперь можно будет переговорить с хаконом попытаться убедить его чтобы он принял этих альбов да но правда тут проблема в том что наверное нам для этого нужно будет очень высокий уровень харизмы но или чего-нибудь такого до чего-нибудь в этом роде что называется посмотрим и плюс там надо еще убить отряд этих альбов но их он сказал пятеро человек и я так думаю что я даже с одним альбом не справлюсь с петью так тем паче так там есть он курлыка но рядом с курлыкой там какой-то сердиный братишка вот нам бы так подраться чтобы только курлыку выманить или общину его на хрена реально давайте-ка мы тебя уйдем наверно куда подальше просто у нас харизма по-моему то ли один то ли два до навыков качен поэтому мы снова конечно харизма будет нужна для этого да еще даже я не знаю в принципе может удастся его как-то иначе убедить так ну он есть курлыка которого можно вольнуть кстати странно у меня почему-то что лиманы стало больше или что но вы заметили прикол да я раньше этих выстрелов ухо носить штуки 2 дали сколько там а сейчас я у него стрелял и стрелял прямо ничто я не понял чем фишка ряда я раньше делал кому 23 выстрела да и все как бы сейчас и смотри сколько выстрелов успел сделать хотя я запас маны ведь не увеличивал по моему не совсем я понял что произошло сейчас и там дальше тоже тролль ну короче на большему это даже не по исследуем ни хрена я так понимаю потому что чем дальше мы идем тем круче там уже братишки нам встречаются да а там вообще радиация да то есть там мы тоже не пройдем да так что да да все короче ряда на лучше вернуться к берсеркам попытаться переговорить с этим хагеном давай вернее как вот там хак хаканом до хаканом может быть таки удастся его убедить хотя я вообще конечно сомневаюсь ну просто здесь рядом больше делать нечего да тут дальше уже радиации очень крутые мутанты то есть это мы уже дошли до упора да да куда могли что называется да это точно но если не получится убедить тогда будем натуре проходить задание этих клириков потому что то дохлый что такое вообще до дохлый снайпер какой заценить ящер он один там рога пёс просто если он один то давайте его завалим это все-таки лишние 25 опыта что называется да ребята а ну мразота иди сюда мне этот бой вообще не пошел да у меня что-то всеми умудряется коснуть при этом костю достаточно нехило а да что у меня этот бой не сильно ряда пошел с этим рогопсом сам не знаю почему катастро надо бывает дерешься с этим рогопсом по сути очень просто справляешься без особых потерь а бывает вот как сейчас подрался и блять просто жуть какая-то как это сложно прошло и или мы его замочили при этом еще и хп на тратили чем фишка не знаю этого ящера мы уже обыскали да блять там еще один ходит спокуха знамя гонится нет вроде нет давать может восстановиться на здоровье попытаемся ему навалять как думаете все-таки 25 опыт это не самый маленький запас до ой бляха где ты кстати вот сейчас почему-то получилось у меня выманить противников по одному сам не знаю как но получилось да ну вот теперь мы точно наверное все что мы могли здесь осмотреть и смотрели остальные там дальше уже до территории для нас достаточно опасные получаются а вот это вот куда кстати ряд дорога смотрите почему-то по ней не пошли куда вообще выводится ну кстати а почему бы там вот сюда еще не пройтись уже там что интересно нифига себе чуваки давайте тут еще побродим тоже да не будем спешить бежать к хакону он давать правда на этом и наш выпуск закончим до в следующем тогда в натуре пойдемте еще по исследуем вот эту территорию до туда куда сможем и потом сбегаем хакону попытаемся добазариться насчет этих альбов хотя мне вообще-то кажется что наверно нам не хватит навыков чтобы договориться по этому поводу всяком случае пока что ну а там посмотрим да как бог даст давайте чуваки я как всегда вам благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч пока